В 20-е годы ряд писателей, особенно тех, кто не был ортодоксальным, там, ленинцем, принимают вот этот вот, ну, скажем так, социальный миф о том, что революция есть, прежде всего, ответ Старая Брятческой, Доникольянской Руси на Русь Петровскую. Да, да, конечно. Но, если говорить о голосах низов, это ведь опять повторение баринов, это ведь голос барина, барин пишет, барин публикуется, барин создает такую историю революции, которая позволяет ему примкнуть к революции, даже если она вот приводит к каким-то безобразиям, в ней есть историческая истина. Так все правильно. Насколько эти писатели выражают мнение людей, которые прячутся... Вы что делалось после, в 20-е годы, вы что, куда-то делался барин и интеллигент? Они все прекрасно устроились в наркоматы. Да, но пришло в ГПУ, которое не различало ни барин, ни интеллигента. Так нет, когда эта масса наполнила партию, вот это положение, когда бывшие барины и интеллигенты, но в их понимании, находятся там, занимают поголовное количество должностей, это не могло продолжаться долго. И вот отсюда началось вот этот вот такой вот интеллигентский страшный запал конца 20-х годов. Вычислить их вон, нам нужен социальный лифт. Это наша земля, это наша страна. Эти барины окопались, они хотят... Это есть. Вот Карпов «Пятая любовь» – это очень сильное произведение. Вот беспоповцы и поповцы вот это вот, как их различать, чего... Вот я скажу просто, как я их различаю. Это не значит, что это правильно, как бы, так и должно быть. Но мое мнение такое. Поповцы – это... Я смотрю с точки зрения беспоповщины. Поповцы – это чисто капиталистическое согласие. Вся верхушка купечества или вышла оттуда, или принадлежала к нему, там, в разных вариациях. Мама как дома, да. Да, абсолютно, там, в разных вариациях, там. Это не так, там, отслеживать, кто ходил на Роговский кладб, кто не ходил. Коновалов не ходил, например, да, но он что? Он с ними был всегда. И Мелик Печорский, а его дяди пишут, как о Старовере, там. Это полностью капиталистическое согласие. Собственно говоря, в глазах беспоповцев разница между Роговским вот этим вот кладбищем, да, поповцев, и РПЦ никакой не была. В глазах беспоповщины Роговское кладбище – это такой же разновидностный каниан, даже хуже, а не предатели. Что они вот не оттолкнули вот эту вот поганую иерархию, да, там, что не уверовали во все то, что они вот верят, да, и начали, значит, снова эту церковь воспроизводить. Вот, это для тех это все преступление было. Поэтому, а беспоповщины, там капиталистическая прослойка, если так говорить, она была очень слабенькая, мелкая, во-первых, и она не заправляла там ничем. А вот в Роговске заправляли все, вот упомянутые Рябушинские, и все, там мухи мимо них не пролетит. Они содержали это. Поповские съезды проводились в 17-м году после февраля в Московском биржевом комитете в здании. Это что значит, кто там хозяйничает в этом согласии? Да никто и не сомневался, кто там хозяйничает. Вот, а у беспоповцев этого не было. И потом, Роговск это структура, такая же, как у РПЦ, вертикально построена, инфраструктура церковная, полноценная. Все, попы там, таинства, у этих этого ничего нету там. У кого-то больше, у кого-то меньше, но это все не главное. То есть, вот в этом разница. У беспоповцев не было такой капиталистической привязки, если можно сказать. Оно больше было связано с массами. А эти здесь все-таки все плясали под дуду вот этих вот миллионеров. Капиталистической или государственнической? Вот теперь о государственнической. Для беспоповцев ни коньянское государство, ни государство, ни государство. Тысяча диады. Это царство антихриста. Это мы сейчас говорили, в этом сомнении нет. Когда царство антихриста, антихрист пал, революция и все это, да, все изменилось. Открылись ворота в новую, так сказать, эру. В новую эру. И вдруг туда опять набегают в это государство те же самые, вот, кого вышвали в гражданскую войну. Они все за гражданскую войну начали, они всегда заползают. Это правда. Бывшие. Бывшие все, да. Вот он где конфликт. То есть, конфликт произошел, я всегда говорю, не в семнадцатом году, в октябре там, да, как говорят. Вот, в октябре все. Это совершенно мимолетное такое, на самом деле. Это как спичку просто зажечь. Все произошло позже, в двадцатые годы, когда эта масса пошла в партию, выдавила всех вот этих вот бывших, так что называемых, да, барских сынков, интеллигентов, студентов там, бывших. И вот она стала устанавливать свою идеологию. Какую? Русской превыше всего. Русский народ старший брат. Какой это марксизм? Да вы марксу скажите об этом. Тросскому скажите об этом. Вот, русские зеноми, они это пережить не могли. Для них, что такое Россия? Это просто ступень для вот серьезных дел. Там сейчас начнется, безумировая эволюция, вот в разных странах, вот тогда заваруха будет серьезная. А это значит так. Для разгона здесь так получилось. А для этих же очень так получилось. Какая там Германия, какая Англия с Францией? Мы лучше всех. Поэтому царство Божие, теперь равно коммунизм, будет здесь, а не там. И поэтому в чем концепция Сталина? Русский народ старший брат. Он первый среди всех. Он увлекает всех в светлое будущее. И готов как бы с плодами вот своего вот этого прорыва поделиться с другими. Какая мировая эволюция? Какой Маркс? Да Маркс в гробу перевернулся, после этого услышал. Они уже не чистые старообрядцы, правда? Это уже какие-то совсем... Социальные. Это что-то, какое-то другое ответвление, да, уже дореволюционных практик. Та же энергия, та же самопожертвенность, но в социальном смысле. Итак, социалисты с русскими ценностями. Социалисты с русскими ценностями. Коммунизм будет здесь, на нашей земле. Все. Это абсолютно противоречит доктрине Марксу Сэндельсу, который рассматривал, что этап там в Европе должно быть, и там один шаг до социализма. До вот этого вот коммунизма, или как хотите. Это полностью отвергалось, и Сталин это быстро очень задвинул. Всех, кто это пропагандировал, всех убрали. Поэтому здесь центр мира. Светлое будущее рождается здесь. И рождать, и породим его мы. Вот это и есть, вот это вот социализм со старообрядческим привкусом. Черносотином, если хотите, привкусом. Да, но вы знаете, мне кажется, что возникает ощущение, что вот если почитать Сталина 30-х годов, вот этого ничего нет. Вы рассказываете о позднем сталинизме, сталинизме образца альцисемитских кампаний 48-го года. То есть, сталинизма после, условно говоря, известной речи Сталина в 45-м году. И, собственно, войны. А люди обсуждают события конца 20-х, начала 30-х. Понял, правильно. Вспомним еще Коминтерн, да. Поймите, какая технология Сталина. Партия наполнилась вот этими элементами, да, снизу, рабоче-крестьянскими, да, на которые он собирался, которые он собирался поднимать и на которых собирался опираться. Пенинский призыв. Да, да, вот эти три этапа. Участки партии, да. Да, это попутно. Он даже полюбюро хотел делать только из рабочих. Вот Зиновьев с камнем, переписка там есть опубликованная. Вот, он о них опирается. Но что это значит? Эти люди находятся пока еще внизу. Он понимал, что они поднимаются, но они вот не здесь, не сейчас. Вот они не заполнили все. Да, он понимал, что будущее за ними, и поэтому будущее за ним. Но рядом-то находится Ленинская гвардия, та дореволюционная. А она занимает все посты. Весь пленум ЦК состоял только из коммунистов дореволюционным стажем. Нет, очень четкий вопрос о сакральности, вот как она иссякала. Вот царя последний. Это последний кадр. В этом смысле отношение к вождю. Вот тех кадров, которые вы пытаетесь описать. Вождистский настрой. Психология вождистка была, это конечно. Вот так однозначно можете констатировать, да? Иначе бы этого не было. Где нет больше расположенности в основной массы к вождизму, вождизма не возникло бы. То есть фактически беспаковцы послереволюционные, по вашему мнению, превращаются в такого оборотня, в собственную противоположность. До революции антигосударственное настроение. Не после революции государственной. До революции антигосударственной. Вот в 30-е годы откуда вылезли вот это черносотие настроение. Черносотие настроение, которое преобладало, как они вылезли. Что здесь тумблер? Каким образом переключение идет? Благодаря чему? Вы же говорите, что фактически они реализуют дореволюционные идеи, они их продолжают, да? Но тем не менее... В социальном смысле. Да, но тем не менее они превращаются в собственную противоположность. В идейном смысле, в социальном смысле. Они становятся инициаторами нового социального проекта. Фактически, вместо того, чтобы, как Миша говорит, уходить от него, чураться его, как-то автономно относиться к происходящему. Как происходит вот это вот оборотничество? Благодаря чему они так изменяются? Только революция? Марктистские идеи... Вы фактически утверждаете, что марктистские идеи ничего не значили. Я правильно понимаю? Да, никто из них марксов не читал. Их после войны никто не читал. Ему не нужно было читать, чтобы жить в этом обществе, я полагаю. Это звучало из всех репродукторов. Это просто маркс-энгельс это какая-то вывеска. Кстати, Сталин к ним так и относился, я показал. Он был глубоко безразличным. Что они там, кто они, ему было абсолютно все равно. Это из нас, как бы, это делают, что Сталин это такой правоверный марксист. Да какой правоверный марксист? Да чихал он на него. 1937 год это крайне сложное явление. Я вот выделю одну сторону. Михаил сейчас говорит о другом. Которая абсолютно имела место. Просто давайте ее объясним. Вот то, что он сказал, что абсолютно имела место. Ответ есть. Да, действительно, после 1938 года все-таки там русские преобладали. Действительно, партия стала русская. И Федотов это вот правильно говорит. В то же время мне всегда дали правоверный. А как же он мог? Выходцев из беспополцев, преданий которых нет, это ЦК ВЛКСМ. Я имею в виду Косарев, Александр Косарев. Как он мог их всех расстрелять? Всю вот эту Косаревскую компанию, которая вся как на подбор с завода. И все это. Их всех уничтожили в 1937-38 году. То есть это никак не вяжется, как бы, с моей концепцией. Абсолютно не вяжется. И я над это все думал давно. Но я ответ нашел как. Потому что ответ лежит исключительно в прагматической плоскости. Сталин объявил, что ты, Косарев, это моя смена. И вы все. А потом, когда началась эта индустриализация, выяснилось, что вся эта смена, включая Косарев, с тремя-четырьмя классами образования. ЦПШ или земская школа. Как они могут оседлать все эти огромные индустриционные процессы, которые развернулись? Никак. И вот здесь, в чем трагедия 1937 года и жесткость, он их убрал. Да, он обещал, что вы будете. И вы, и все это говорили. И Каганович, и Ворошилов. Ну, все, политбюро там. И он пошел на их уничтожение. И это действительно трагическая история, когда последняя подпись Косарева, он палец прокусил и кровью расписался на обвинительном заключении. Это легенда такая существует. То есть свои в доску. Но он их расстрелял. Потому что он понимал, эти люди уже хотят заступать в серьезную власть. Но они не способны ее осуществить. И почему Сталин действовал, вот Ирина правильно говорила, что да, потом об открытый стал. Очень осторожно шел вот этот вот поворот. Идеологически. Первые признаки были в начале 30-х годов. Признаки. Потом перед войной он уже все сделал. Это тоже самое аналоги с Путиным. Неужели, непонятно. Здесь все очень ясно. То, что мы видим, шаги Путина, вот это дефшеризация экономики, вот это сужение пространства для всяких там, каких-то махинаций, всего. Это мы наблюдаем. Я сейчас не говорю о эффективности. Я говорю просто тренд сам. Он декларировал, и он шаг за шагом идет. Но все эти люди, которые все эти злоупотребления делали, они находятся на местах. И кто-то должен уйти. Или курсы свернутся, или эти люди должны уйти. Они не могут существовать. Этот механизм запущен уже. Вот здесь примерно та же технология. Просто другой не бывает. Вот в этих вот высших эшелонах. То же самое. Он запускал новый тренд. Идеологически. Он был неприемлем для всей Ленинской гвардии, которая выросла на мировой революции. И молилась на нее. Ну, в кавычках. Все. Это была их жизнь. И теперь это говорит, что нет. Это все не то. Главное вот здесь вот. Все. Это ренегат для них Сталин. Он продал, значит, дело все. Это самое марксизма, мировой революции и всего. Значит, дело коммунизма. И поэтому кто-то должен был уйти. Уж ли они в 1937 году. Вот в таких кровавых формах. Но попутно был тренд, когда мы говорим, что вся эта Ленинская гвардия, она была из национальных меньшинств в основном. Подавляюще дореволюционной партии. Это все известно пока. То есть вы не были евреевом, сказал? Но зацепило этот крот. Ну, почему? А я, кстати, наоборот считаю, что вот эта беда Черносотинства это такой-то антиеврейский запал. Ну, Александр Борисович, ну так уж и скажите. Были из евреев, он убрал евреев на их местах. Ну, не только, в литовцах тоже всяких. Литовцев, прибалтых. Китайцев не будем поменять. Ну, в прибалтых партии было много. Да, латыши. Но, если ограничиться только тем, что я сейчас сказал, вот эта технология, это, и Михаил прямо сказал, что это недостаточно, он сказал мне об этом. И это совершенно, полностью, на 100% правильно. Потому что попутно решалась вот эта задача. Сейчас мы вас уберем, а дальше что делать будем? Вот, кто здесь вырос, они тоже не подходят. И вот эта вот кровавая месива, вот эта вот трагедия, да, вот эта вот, которая в стране была, она отодвинула все это. И поэтому вся партийная верхушка обновилась на 80%. Понимаете? Основной жертвой репрессии, начиная с Кирова, да, с Кировского потока и заканчивая, видимо, зимой 37-38 годов, было как раз великоросское крестьянство и пролетариат, вышедший из великороссов. И это были люди, которые как раз, ну, вот, отправились там на север, которые были просто расстреляны. Косарев, например, в 10-е годы. Ну, Косарев, это верхушка, верхушка Иерархии. Я имею в виду те десятки и сотни тысяч, которые были осуждены по всей стране. А, например, в Сибири крестьянские депортации, которые опустошали целые уезды, они уже к этому времени уже закончились. То есть партия и созданный карательный, и сосуществовавший с ней карательный аппарат, так точнее, в качестве основных жертв, да, их основными жертвами были как раз вот те самые русские, великороссы по происхождению, а тогда уже русские, горожане и, ну, и крестьяне, да. И они сломали хребет крестьянства, потому что после этого деревня, ну, так и не оправилась в некотором смысле до сих пор. А как вот соотнести то, что эти выходцы из низов строили Царство Божие в России с тем, что они уничтожали население страны и как раз уничтожали вот те самые массы, ради которых и должно было быть построено. А на Западе что было? На Западе не было ничего подобного. Как резня была между католиками и протестантами, она не менее кровавая была. Правда, некоторые доказывают боли еще там, но это... Понятно, но вы сравниваете, что резня с между католиками и протестантами была в 16 веке, и тогда не было государственного аппарата уничтожения. Ну, вот то, о чем я говорю, что вот эта вот отложенная реформация, она же существовала в латентном режиме, никого не беспокоила, и вот затем она вышла, после 17-го года она выходит. Это все с кровью. Иначе просто это не бывает в истории. Вот вся эта кровь и была. Спасибо. Сейчас изучили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.